друзья всех приветствую в начале очередной торговой недели мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал амаркет составлять ваши вопросы в секции с комментариями и не забывайте ставите лайки сегодня хочется воспользоваться возможностью поздравить с днем рождения одного человека он знает о ком я говорю все о поздравлении уже приличной встречи друзья я очень надеюсь на то что эта неделя будет еще одной когда мы продолжим довольствоваться нисходящая динамикой по индексу доллара и мне кажется то что то как мы начинаем эту неделю на отметке 92 24 по индексу доллара это очень хорошая подспорье для того чтобы впоследствии продолжить развивать более выраженные нисходящие ралли тем более что по фундаменту честно говоря все то что в плане рисков мы с вами анализировали и расценивали на минувшей неделе все это переключивало на эту мы работаем с темой к вида и к сожалению статистика в штатах остается крайне удручающей посмотрите опять же на сам а факт увеличения суточного количества заболевших вы конечно же будете поражены масштабом бедствия потому что уже общее количество заболевших превышает ну цифру даже которую не хочется называть а по ежедневному приросту это почти уже по 200 тысяч новых случаев конечно же на рынке есть позитивные темы связанные с найденными вакцинами но очень много вопросов к ним это вопросы логистики производства и последующей массовой вакцинации кстати по поводу семистоимости одной инъекции дозы вакцины от к вида от компании модель она может составить даже 35 и выше долларов очень дорогое лекарство очень хочется верить то что все это не будет препятствием для того чтобы в 21 первом году вакцина все-таки дошла до тех кто не нуждается и мы уже закрыли тему с ковидом но пока друзья мы еще не завершили двадцатый год и в преддверии классического традиционного новогоднего ралли я думаю то что это ковидная тема еще даст о себе знать приведет в движение интенсивные финансовые инструменты и в данном случае мы будем использовать ее для того чтобы еще ниже в плане нисходящего ралли и глубже оказаться по индексу американская валюта по поводу реакции властей и штатов сша да и в целом все американской экономики практически уже назревает общенациональный локдаун калифорния пила комендантский час ранее школы были закрыты в нью-йорке очень много штатов которые перешли на а частичную изоляцию это все неизбежные меры потому что других инструментов борьбы сейчас распространением к вида нету в конце прошлой недели одной из интересных тем на стал конфликт между министерством финансов по сша и финрезервом якобы минфин потребовал у фрс вернуть все почти 600 миллиардов долларов потому что это средства фонда которые остаются недорасходованными и многие увидели в этом негатив в частности для доллара даже попробовали оправдать этим что фрс может отказаться от усиления смягчения монетарной политики это идея поддержка для доллара ничего подобного друзья такие выводы делать не нужно более того я хочу сказать то что эти средства они конечно же как таковые возвращены не могут быть нет такого процесса и процедуры эти деньги находятся не на банковском а счету руководителя фрс это это деньги это колоссальный фонд который предназначен для экстренной помощи экономики если сейчас идет нажим со стороны минфина кстати говоря во главе с мучином который вместе с трампом постепенно утрачивают свое влияние и а власти самый наверное реальный сценарий того как будут развиваться события дальше это то что эти средства начнут активно более активно использоваться и расходоваться то есть можно сказать что пятничный конфликт это еще один фон за которым можно зацепиться оправдывая идею слабого доллара потому что если фрс начнет более активно смягчать монетарную политику это конечно же то что и нужно было продавцам и не забывайте о том что мы по-прежнему ждем все-таки аналогичных действий и решений по экономическим стимулам от белого дома потому что никто еще не отменял вот этот фонд госпомощи на 2 триллиона долларов который точно был бы предоставлен экономике если бы не затянувшиеся выборы кстати говоря политическая неопределенность это еще один фактор который мы используем для того чтобы притопить позиции доллара трамп не хочет передавать власти байден вместо этого перед подает большое количество исков в разные штаты с просьбой признать результаты выборов недействительными пересчитать голоса но у него мало что выходит поэтому ждем середину декабря голосование выборщиков и ждем официального объявления победы байдена напомню друзья то что байден это сторонник более жесткой изоляции американской экономики более жестких мер борьбы с к видом то есть может быть общенациональный карантин он как раз под закрытие двадцатого года нагрянет в американской экономики тогда же могут появиться решения о новых мерах экономического стимулирования от демократов которые топили за идею того что экономики нужно предоставить больше двух триллионов долларов и допускаю то что для доллара может закрытие двадцатого года оказаться крайне неудачным но соответственно удачным для тех кто ставит на снижение дальше золото 1873 отбились мы снова от отметки 1860 ждем движение еще на выше евро против доллара риска начал от вензелью рост друзья европейская валюта 1 1871 дожимаем выше отметки 1 19 тоже предсказуемое движение роста цель средний терять долгосрочный 120 мы точно сделаем главное не сворачивайтесь с этого пути оставайтесь верными идеи трендовые такой восходящей динамики по этому дуэту активов фунт против доллара 133 15 опять же мои коллеги отмечали что вышедший отчет в пятницу по роничным продажам это хорошая база для роста фунта я с этим не согласен друзья а потому что роничные продажи которые мы разбирали в минувшую пятницу это октябрьский отчет то есть допускают что потребители просто запасались продуктами перед до грядущим локдауном который случился в ноябре поэтому когда в начале декабря мы с вами будем разбирать ноябрьские цифры там уже будут совершенно другие показатели также по брэкзиту еще очень много вопросов ясно сейчас одно все меньше времени до конца года и все больше вероятности жесткого брэкзита сделки нет переговоры приостановлены из-за того что одного из членов делегации переговорщиков т.с. был выявлен коронавирус сегодня в 12.30 данные по производственной активности в сфере услуг по англии посмотрите на прогнозные значения цифры разочарует и очень надеюсь то что фунт уже начнут сдувать потому что британская валюта неоправданно высоко забралась даже исходя из темы локдауна и того что британская экономика несет чуть ли не самые значительные потери от ковидной темы дорогая валюта им точно не нужна почему банк англии не вмешивается для меня это большая загадка если у вас есть вопрос можете писать в комментарии доллар канадец 1.378 дожимаем до отметки 1.30 тронечные продажи вышли в пятницу поддержали идею роста канадского доллара нефть еще восстанавливается несмотря ни на что короче все условия для того чтобы мы добрались до этой цели на взяланде спортив доллара 0.6944 хай сегодняшнего дня 0.6962 цель 0.70 друзья совсем чуть остается до нее роничные продажи тоже которые вышли несколько часов назад превзошли все ожидания оптимистов плюс 28 процентов это конечно же квартальная оценка за третий квартал после того спада на 15 процентов которые мы видели во втором квартале по новозеландцу тоже идея а прежняя дожимаем цель 0.70 по австралийцу тоже синхронный рост который я ранее комментировал s&p 3563 пункта друзья должна быть коллекция точно в район 3 300 и 3 400 пунктов жду этого отката чтобы снова заходить в длинные позиции если вы считаете что коллекция не будет и роста продолжится я отговаривать у вас не буду потому что с позиции фундамента ну действительно чем больше денег сейчас дадут экономике тем больше топлива будет у фонды расти но мне кажется что сейчас приобщаться к этому восходящему ралли на исторических максимумах очень рискованное предприятие фондовый рынок уже дал нам хорошо заработать я буду искать более оптимальную точку входа и нефти ну пару слов буквально 45 16 по бренду игнорируется всякий негатив к вид опять же потенциальный рост запасов объединенные арабские эмираты член опека плюс критично стали оценивать свое в рамках этого содружества нефтепроизводителей и могут допустить допускают даже выход из состава опека в начале двадцать первого года даже эта новость друзья не стала причиной из-за которой котировки нефти могли бы скорректироваться поэтому я считаю что не крайне перекуплена больше шансов все таки пойти вниз но не знаю когда это настоящая динамика начнется на этом все всем большое спасибо за внимание и пока